Я уже 30 лет устал слушать советы и идеи, которые не воплощаются в жизни. Мы сейчас все больше заняты выживанием, решением проблем, чем какой-то мечтой будущим и стремлением стать развитой страной. Но есть та часть экономики, которая на самом деле постоянно растет, и она росла даже в 2020 году, во время пандемии. Я хочу о ней поговорить, это креативная экономика. У нас есть мечта построить город на Иссыкуле для цифровых кочевников. Очень часто говорится о том, что на Иссыкуле сезон короткий, это связано с тем, что люди едут отдыхать. Но Иссыкуль — это классное место для жизни и работы. И вот та гипотеза, которую мы уже тестируем в пансионате Лорджо. Люди приезжают, живут и работают оттуда с хорошим интернетом. И сейчас есть большая прослойка — цифровые кочевники. Это особая прослойка, которая сюда традиционно не ездит. Цифровые кочевники, они приезжают на 3-6 месяцев. Они живут и зарабатывают деньги за рубежом, тратят здесь. Для нас это идеальный сегмент, с которым нужно работать. Сейчас наши соотечественники едут в Москву и работают таксистами. Но скоро таксисты перестанут существовать как профессия, потому что машины будут водить себя сами. Мы покупаем технологии за рубежом, потому что наши инноваторы отсюда бегут. Кыргызстан сочится мозгами. И нам нужно создать условия для того, чтобы они оставались здесь. Поэтому мое предложение такое. Парк высоких технологий — это проект, который очень здорово сработал. Он уже 10 лет существует. И вы упоминали, что IT — это 7,7% экспорта Кыргызстана. И Кыргызстан сейчас на 35-м месте в мире по проценту экспорта, который приходит от IT. Это произошло сугубо, потому что был принят закон о парке высоких технологий, поправке в налоговый кодекс. И эта идея хорошо сработала. И IT-сектор может расти и дальше. Но помимо него есть другие сектора креативной экономики, которые точно так же быстро могут расти. И они могут создавать высокоприбыльные, высокопроизводительные рабочие места. В секторе IT производительность на одного человека — 1,7 млн сом в год. Точно такая же, как на Кумторе. То есть пока что IT-сектор еще не настолько большой, как Кумтор, но в потенциале он может таким стать. Почему он нам важен? Потому что мы сейчас, живя в Кыргызстане, если мы производим что-то физическое, экспортируем, логистика стоит очень дорого. Но когда мы работаем в секторе IT, логистика ничего не стоит. И тогда Кыргызстан имеет огромное количество преимуществ, потому что себестоимость низкая, зарплаты пока ниже, чем за рубежом. Но жить и производить здесь IT-продукт на весь мир можно, и это очень производительно. И помимо парка креативных индустрий, было бы здорово упомянуть, что ресурс для креативной экономики — это свобода. И очень важно, чтобы эта свобода сохранялась, чтобы Кыргызстан оставался самой свободной страной в регионе, свободной в интернете, свободной в энергопользовании тоже. И не так много стран в мире делают сейчас пока ставку на креативную экономику. Мне кажется, мы тоже находимся в поиске такой новой идеи, и это хороший шанс для нас. Поэтому, пожалуйста, парк креативных индустрий, налоговый режим для всех креативных индустрий точно такой же, как для парка высоких технологий. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я понимаю, нам всем надо выговориться, но я предлагаю следующий формат. Если есть проекты, давайте мы будем обсуждать проекты, но уже в рабочем варианте. Если просто идеи, я уже 30 лет устал слушать советы и идеи, которые не воплощаются в жизни. Сейчас над новым кабинетом министра, в том числе и теми, кто хотел бы обновления и развития, поставлена жесткая задача. Вот мы кунтур взяли, надо еще 19 кунтур сделать в Кыргызстане ближайшие два года. Два года у нас нет времени на раскачку. Я один из авторов законов о парке высоких технологий. Была ошибка, экстерриториальность мы туда ввели. По опыту Белоруссии сейчас все, кто будет заниматься IT-технологиями, они будут платить такие же налоги, как парки высоких технологий. Это мы распространим на всю страну и в первую очередь, наверное, на Иссык-Коль.